Нет, ну это в любом случае, ребят, смотрите, мы же, мы можем уехать в горы и там всю жизнь прожить, но чтобы что, поэтому это в любом случае, вот это где-то, где-то загазованность, где-то вода, где-то ты постирал не тем порошком, где-то ты купил не того качества одежду, это все тело будет тебе транслировать, но оно транслирует какие-то моменты, оно очень быстро от этого очищается. То есть я ходила из бассейна, мне очень хотелось плавать, но на тот момент у меня не было возможности, я ходила в бассейна, в бассейнах это представляете, что там, помимо хлорки, химии, краски, там еще и фекалии, все возможные, которые не видны человеческим глазом, и я тоже там класс, я понимаю, что там тело, например, давало какую-то сыпь, но это было на час, на два, такое тоже было. Поэтому, но есть такие моменты, от которых мы просто не можем, нет, мы можем уйти, но нужно ли оно нам, чтобы совсем себя, какие-то те условия, для которых мы сами себе становимся неинтересны. А сколько длился у вас переход? Десять лет, да, то есть это не так, что сразу же пришел, раз, выщелкнулось, все. А это начало было положено с голоданием или с перехода на более легкую пищу? Сначала было положено, что я вообще узнала, что я могу выжить. Да, я эту историю рассказываю уже раз сто. Поэтому я хочу, честно, к ней не возвращаться, да, вы ее посмотрите. То есть и столько же вот без еды, на любой, да? Это не всегда в голове укладывается, да. Вот вообще без еды, без еды. Да. У меня просто трое суток в неделю, по 25 часов, но я пока вот это не потянул. Так вы же голодаете, у вас другие процессы. Вы же не идете в другую жизнь, вы идете в автономию конкретно, туда никто не дойдет. Никогда. Это побочный эффект определенных действий. Проголодание или про автономию? Автономия, побочные действия, куда вы идете? Нет такого, что я хочу быть автономным, напишите мне инструкцию. А, то есть есть цель, и только с помощью автономии это не важно? Да, на скала выжить надо. К этому, к этой цели, когда вы идете, у вас побочным эффектом срабатывает, может сработать автономия. Просто я вам говорю, это не для того, чтобы там вас призвать куда-то, либо сказать, что туда ненужно. Но это действует не так. Это не то, что вот вы, например, там начнете голодать, и у вас жизнь изменится. У вас все это пойдет, там вы начнете просветляться, пробуждаться, еще что-то. Если человек, в принципе, настолько он закрыт своими действиями, не хочет видеть какие-то моменты, если у него в роду были несколько ситуаций, которые он не готов решать через себя, то он никогда не придет к этому пробуждению просветления. Если вы возьмете любого просветленного или пробужденного человека, если он будет рассказывать вам свою жизнь, вы поймете, сколько вот этого всего, сколько всяких коллабораций с жизнью у него происходило. Это не просто так вот, он жил в деревне, потом раз так и выстрелил. Я таких случаев не знаю, я таких людей не знаю. Это изначально были, это где-то с детства, потому что в детстве очень часто ребенок просветляется, пробуждается, но очень часто этого не видит. То есть я могу сказать там свой один из опытов, который у меня был в 5 лет. И когда я... Знаете, раньше были такие столы ссеровские, где вот он стоит вот так вот, а когда гости приходят, вот эти вот штучки раздвигаются. Вот, и это был рай для детей. То есть они раздвигали одну штучку, вешали там с одеялом или какими-то плетиками завешивали. Это был домик. Мне кажется, это в те времена каждый ребенок это прожил. И я как-то играю в таком домике, играю там со своими куклами, мне было ну 4 или 5 лет, что-то такое. И бабушка ко мне подходит, говорит, ну что там у тебя опять происходит такое? А я понимаю, что я играю не только с куклами. То есть у меня есть кукла, у меня есть тот мир, который я вижу. Но мне же ребенку никто не объяснил, что вот этот мир никто не видит. Обычный человек его не видит. Я говорю бабушке, например, ну как, ну я же вот с ней мигра, она говорит, ну все, понятно там. Ты опять что-то там напридумывала, какая-то сочинительница, еще что-то. И этот момент, то есть детям многие не рассказывают, что есть несколько миров, которые вы можете видеть. Ребенку это закрывают, говорит, этого нет, это твои придумки, это твое воображение. И он постепенно уходит из этого состояния, он не привыкает к нему, он не привыкает, что это есть его способности, его всего физического тела. Потому что аватар это в принципе то божественное, что есть. Это с теми возможностями, с теми функциями, о которых... Вот вы читаете книжки, вы читаете сказки, и вы думаете, вот это сказки. А это не сказки, это действительно функции вашего тела. То же самое, когда меня в детстве называли ежик, потому что я не любила целоваться. Но никто не понимает, почему я не любила там. Когда люди подходили, говорят, ой, как я тебя люблю. А я видела, что их любовь не соответствует с тем, что я чувствую, что какая должна быть любовь. То есть мне ребенку тоже никто не сказал, что есть любовь земная, когда они говорят про земную любовь, что там погладить, пообниматься, выразить какую-то любовь, что там я тебе вот это вот, я тебе посвятил лучшие годы своей жизни. Мне же тоже никто не сказал, что вот у них вот такая любовь у людей. которые находятся на определенном этапе. А есть еще другая любовь, которая тотальная. И когда я чувствовала ребенком, что такое тотальная любовь, и когда ко мне подходили, как бы с любовью поцеловать и обнять, я понимала, что это не любовь. Я думаю, зачем вы мне врете? Но опять же, я не им это не могла объяснить, потому что я была ребенком, и они мне не могли этого объяснить, что с ними происходит, и как они хотят выразить то, что у них есть. И очень часто мы вот этих вещей невидим и не замечаем, что действительно это есть, но оно есть в другом ракурсе. И каждого человека, абсолютно каждого, если он и к этому готов, можно вывести в другое состояние, где он будет благодарен и поймет, для чего ему. Каждая ситуация в его жизни, каждый недуг в его жизни. И когда он поймет это, когда он разберется, он тогда сам решит, нужен ли ему в дальнейшем в этой плотности этот недуг, либо эта ситуация, либо нет. Потому что наше тело, оно не предназначено для болезней, ни для каких. Мы через тело познаем себя, вытаскиваем из себя какие-то наши определенные, точно. Определенные наши грани, не осознавая это. Это может быть абсолютно любое заболевание, абсолютно любое, которое каждый человек может трансформировать на любом этапе этого заболевания. То есть у меня в моей практике были и люди, которые с четвертой группой рака, да, это последняя, это четвертая же, по-моему, сколько, но этот, которым уже сказали, что как бы химиотерапия уже все, мы здесь бессильны, уже ничего не будет. И когда человек понял, что, говорит, я, говорит, хочу жить, и мы с ним начали, это был процесс, процесс был в полгода, вот, но это было больно, когда человек не мог принять, то есть она говорит, я хочу жить, я показываю, почему ты не хочешь жить. А у нее даже это через ум не заходит в нее, она даже не понимает, о чем я говорю. Это были слезы, это были истерики, это были, я больше тебя не хочу видеть, и какую-то ерунду говорить. Но в результате через шесть месяцев мы расстались на том, что перешло, спустился рак до четвертой степени, а она уже не делала никакой химии. То есть уже начали отрастать волосы. А через осознание, уберите голодание в счастье головы. Вы можете голодать хоть сколько. Голодание – это просто голодание. Оно ни к чему не приводит, это просто… Ну почему не приводит, там здоровье не улучшает. Да ничего не улучшает ваше здоровье, кроме вашего сознания. Это все ваши игры. Это получается просто без того, что в организме есть пища, на которой тратится какая-то осознанность, переваривание, освобождается в свободное пространство, и за счет более осознанности начинает улучшаться качество жизни. Есть люди осознанные, которые просветленные, которые кушают. Есть, которым просто неинтересно еда. Я тоже могу кушать, но мне она неинтересна. В моем мире она неинтересна. Поэтому я оттуда ушла. То есть мне неинтересно курить, я не курю. Но меня никто не спрашивает каждый раз. А что ты можешь закуришь через год-то? Ну все-таки подумай. Ведь столько всего новшества появилось. А может быть выпьем, а что ты? Ну как? Ну вот этого вопроса как-то не задают. А насчет еды все время? Ну мне просто это неинтересно. И то, что вы говорите, что голодание улучшает здоровье на определенных этапах. То есть смотрите, как происходит. Вот ваше тело, да? Вот ваше осознание. Вот так вот я прям мультяшным языком. Это говорит, чтобы было понятно. И ваше осознание не может поймать себя, не может прийти к себе, потому что у него очень сильно болит тело, больное тело. И вот эти вот всякие процессы, когда переход на легкую пищу, какие-то голодания, 36 часов, 50 часов очень полезно, да, они что делают? Они отпускают ваше тело, то есть болезнь отпускает ваше тело, и вы можете в эти моменты соединиться с осознанием. Но если вы соединились с осознанием, если вы осознались, то тогда вы уже убираете всю остальную болезнь с вашего физического тела. Если вы не осознались, то вы можете в эти голодовки уходить десятилетиями, вы будете худой, бессил, с потухшим взглядом, вас ничего не будет радовать, вас будет радовать только то, что в очередной раз такой молодец намотали сухие часы. У меня по-другому я так не делаю. У меня как бы такое видение, что еда, по большой части, вот для меня было, да, это создание позитивных впечатлений. Вот, и просто на время, когда я ем, я это убрал и просто занимаюсь увлечением своими, да, и тогда в этот момент еда не требуется. Поэтому у меня получается так, вот, да. То есть заменяю виду на какие-то увлечения. Все. Это ерунда полная. Ну не знаю, по крайней мере энергии это мне дает. Но вы же играете, если вы хотите дальше играть, то как бы это ваш выбор, если вы хотите прийти на осознание, то вы идете другим путем. Вот смотрите, я не буду говорить, что как бы у каждого свой путь, эти бла-бла-бла вам расскажут еще миллион мастеров, я не про это, я про жесткость, про правду, правда, она всегда жесткая. Вот вы сейчас играете в своей матрице, неважно в какой руке вы держите, не знаю там, салфетку вправо или влево, она все равно останется салфеткой. А вы перекидываете, у вас нет столько энергии, например, сколько у меня. Давайте мы же в сравнении идем или вы в чем идете, вы сравнение с самим собой идете? Нет, почему я же вообще с людьми, так как я могу не сравнить. Когда вы сравните, потому что вы живете, не у человека или себя. Так вот я в парке говорю, что вы в сомнении с собой, то есть если вы уже не будете с балаган устраивать, да? Вы наговорились? Просто если вы хотите меня услышать, если вам интересно так жить, вы не услышите, вы просто уйдете вот с тем, чтобы не согласиться. Я вот вам говорю, что вы сейчас играетесь, вы играетесь в одном и том же пространстве, вы никуда не выходите. И ваши вот эти вот отказы от еды, это просто отказы от еды, они вам ничего не дают. Вы умрете ровно в такое же время, в котором вы умерли бы не, если бы не делали пищевую паузу. Я так опять не согласен. Возможно, это же ваша. А вы же радосты? Ну, это же радосты в этой степени развития. Если мне просто зависит от того, чтобы у меня было хорошее настроение. Я и говорю, что я, как бы, если кто-то хочет оставаться на том уровне, я же не лезу к вам. Ради Бога. Вы говорите, что это ничего не дает? Не дает того, в чем я говорю. Дает то, что вы делаете. Понимаете разницу? Ну, короче, у меня просто главное, чтобы у меня было хорошее настроение. Нет, это мне туда и у вас другое что-то. Другие задачи. Другие задачи. И хотелось бы спросить, как вы видите меня? Вот я живу в своем мире, что в вашем мире, что вам дает радость, что вы творите, ну, если это не сеге. Ну, что у меня какой-то вопрос? Ну, если мы говорим о радости, то если у кого-то есть в жизни вот эта вот радость, которая вот здесь вот не радостна, то у него есть и горе. У меня нет вот этого плюса и минуса в моей жизни. Оно все идет так, как оно идет, просто факт. Монотонно? Монотонно это в вашем понимании. Это в чувствовании. То есть монотонно вы можете только назвать то слово, когда вы еще увлекаетесь эмоциями. То есть, если вы такое уронное благосостояние, да? Давайте это говорю. Если вы меня не будете перебивать, то я попробую на человеческий язык это выразить. Если вы будете за меня договаривать, думая, что я не справлюсь, то в вашем мире так оно и будет. Смотрите, когда есть плюс и минус, вы всегда ищите какие-то эмоции. Эмоции вам дают это по-быстрому. Что дает эмоции? Это еда, это секс и какие-то, вот такие вот, разовые восхождения во что-то. Разовые восхождения там, не знаю, там приехать куда-то и всем вместе в одной какой-то группировке, там ух, какую-нибудь песню спеть, танец, плясать, еще что-то. Это все разово, это все эмоции. Когда вы идете к чувствованию, у вас вот этого вот разово нет, вы постоянно находитесь в состоянии благости. Это не то, что вы думаете, что все вот, настолько все неинтересно, это уже не про интерес, это про другое. Интересом вы себя вытаскиваете постоянно из этого мира, чтобы привлечь себя к жизни. Если у вас в жизни не будет интереса, вы умрете. Вы и так себе в программу, 99% людей поставили себе программу на уничтожение. Вы разрешили вам поставить. И поэтому вот этими вот интересами вы себя вытягиваете из болота, так вытянули, вдохнули и обратно. И потом там в болоте, пока пузырьки пускаете, вспоминаете, что было вот так вот, и этим еще какое-то время вдохновляетесь. Но есть другой мир. Когда вы сюда вытаскиваете свой носик и вдыхаете вот этот вот нос, свежий воздух, вы почему-то не задумаете, что можно вообще вылезти и вот так вот жить. Тут, я думаю, вы задумывались об этом. И эмоции, секс, либо еда, это не является главным. Здесь люди все-таки скакуют радость от общения, от прозрения, от природы, от познания. Да, вы испытываете радость, а это не про это. Вы и горе испытываете точно так же. Если у вас кто-то умрет, вы же будете горевать. Нет, и когда уже у людей есть осознанность, что смерть – это переход, здесь много осознанных людей. И это про эмоции, это про людей цивилизации, то, технократической. Здесь больше людей новой цивилизации, они по-другому на вещи смотрят и чувствуют. Это есть эмоции, есть чувства. В эмоции тут люди тоже иногда впадают, еще не доработали какие-то моменты. Но я так думаю, здесь больше людей, которые уже живут чувствами. Что такое новая цивилизация? Очень любят бравировать новыми цивилизациями, измерения 5D, 7D, 27D. Что это такое? Мы не бравируем. Ну, многим, не знаю сколько, тут большинство, наверное, людей читают книги Анастасии. И сама Анастасия, она тоже находится в радости, хотя она видит и нерадостные моменты. Она считает, что все человечество как одно целое. А за себя? Нет, не за нас, я же про вас спросила. Вы мне какие-то цитируете? Я не участвую за свою старшую сестру. И для меня вот то состояние, в котором она находится, когда она призывает к радости, она не забирает слова радости, она понимает вот эти процессы, которые происходят. Вы, опять же, акцент на себя обратно, не цитируя ее, вы про себя скажите, что вы думаете. Умеете на себя переключать? Могу, конечно. Давайте. Ну, мне радостно тогда, когда я вижу, что люди в саду поднимаются, да, я вижу, когда... А что-то духовно поднимаются. Я вот вижу, что когда человек... Когда они переваривают свои страхи, свою ложь внутреннюю, когда у них осознание происходит. А что такое страх? Страх – это энергия, которая людей сдерживает, они боятся перейти в неведомое, скажем. Они думают, что там будет им страшно, они не так вот... Для вас что такое страх? Нет, для меня страх. Вы не знаете, что такое страх? Ну, почему? Мы все люди, у нас одинаковые истинные вещи. Нет, не одинаковые. Как говорится, познай себя, познаешь мир. На глубинном уровне мы все одинаковые, мы все и на духовном уровне одинаковые, и так у нас... Мы проходим все те же испытания, и что нам надо страх преодолеть, что нам надо волю свою применить. А мало сознания, надо еще и волю бывает применять. У кого-то более-больше раскрыто, у кого-то сознание не так расширено. Нам надо становится... Про себя, опять же, про себя. Смотрите, вы как много говорите про других. Ну, я просто тоже являюсь... Я прошел это все, и говорю про меня, я могу сказать, что я тоже прохожу это все, я все тоже не прошел еще. Я понимаю, что мне не хватает каких-то моментов, но я хочу быть гармоничной личностью. Как Анастасия говорила, уравновесить в себе все энергии. Сей Баба говорил тоже, нам нужна пятая энергия, мы будем развивать, чтобы уравновесить те предыдущие четыре энергии. Вот, и я остаюсь тоже быть гармоничным человеком, и в том же числе и в питании, и в том же числе и в словах, знать в меру. Вот, про себя все. И мне радостно от того, что я могу общаться с Богом, через, Бог общается через каждую из нас. Вот песня у парня Марата Нигматулина хорошая есть, как Бог через друг друга общается. Он у нас высыл, у меня взял. А также, когда птицы, когда ветер, там тучи, это все, это все есть Бог. И для меня личные знаки, для других людей знаки, эти же самые петухи, они тоже в определенный период, какая-то стадия происходит, они начинают петь. Вы осознаете, что Бог это и убийца, и убиенный в одном лице? Вот этого я еще не осознаю, убийца убиенный в одном лице. Я знаю, что у каждой... То есть, Бог это только в хорошем, по-вашему? Нет, нет, нет. Я понимаю, что каждая душа имеет свою индивидуальную какую-то черту. А мы... Нет, вы же сейчас про Бога, мы сейчас не про душ. Я говорю, вы осознаете, что Бог есть и убийца, и убиенный? Я на это по-другому смотрю. Я считаю, что и у той души, которая убивалась, и у той души, которая стала убиенной, есть причина и следствие. Есть Бог-творец, а есть нам, каждому дана своя индивидуальная воля. Нет, вы говорите, что Бог... И частично его находятся и в убийце, и в убиенном, но это все для обучения, это для чего-то. А мы не говорим, для чего-то. Я говорю, вы понимаете, что это есть? Понятия, как я это вижу, что каждый человек имеет свою индивидуальность. Все, я услышала, хорошо, да. Вот, и что касаемо Бога, я услышала, все. Я хочу вам сказать, что если кто-то очень любит бравировать там Бог, там еще что-то, вы должны осознавать, что Бог есть как в убийце, так и в убиенном. И там и там Бог. Бог есть и оружие убийства, и кровь на этом ноже, и лужа под этим человеком, это все есть Бог. Если вы говорите о Боге, это все есть Бог. И когда вы делите, что вы хотите быть в радости, вы непременно находитесь в горести. Когда вы можете увидеть жизнь, каждый момент своего существования, я вижу жизнь, но вижу его на платформе смерти. То есть я каждого вижу, что каждый может в любую секунду умереть. И в эту же секунду я вижу его жизнь. И вот это, если земным языком говорит, то можно сказать, что это и есть вот та вот радость. Но только на фоне одного вы видите другое. Но это наступает одномоментно. Это не шаг за шагом идет. Это разово. И когда вы видите в жизни смерть, в смерти жизнь, тогда вы понимаете, что есть просто то, что есть. Это не хорошо, не плохо. Это не радость, это не горе. Это просто факт происходящего. И когда вы это начинаете видеть, ваш мир переворачивается, переворачивается в тотальную правду. Очень многие заигрываются вот этими философскими понятиями. А вот она сказала, а вот вы книгу читали, а вот это. Все есть в вас. Я каждого привожу к самому себе, чтобы вы из вас доставали любые знания. Вы можете посмотреть на любого человека и видеть, что он не доделал в той жизни. Почему он сюда пришел? Готов ли он принять этот опыт? Многие же не готовы принять. Многие закрываются вот этим вот блаженством. Вот этой философии блажной. Что вот я весь такой стал духовно, не прорабатывая определенные какие-то моменты, которые в дальнейшем несут и разрабатывают, и несут как время их дети. И в какой-то род, что если мы говорим о роде, думая, что они вот все познали, но вот так вот такая вот жизнь. Не проработав те моменты. А как их увидеть? Это просто нужно прийти к себе, потому что ты-то не изменился. У тебя ДНК, неважно кого. У тебя ДНК мамы, папы, бабушки, прабабушки, тысячелетия. Все это есть в тебе. Тебе просто нужно это увидеть и вспомнить. Ничего нового с тобой не происходит. А ты совсем не испытываешь боль, если вот видишь убеденого, если видишь это, может, тебе вот вообще, ну, все равно, да, не жалости, ничего такого. Это не про боль. Нет, я понимаю, что что-то, что случилось вот это. Я такой же человек, да, но у меня не будет какой-то истерики, у меня не будет слез. У меня будет другое восприятие. Да, я вчера увидела котенка, и я понимаю, что мне где-то защемило. Но животное – это вообще другая субстанция, как они относятся к людям. К животным вообще по-другому отношусь. А то, что касается людей, детей, то есть я понимаю, что сначала наступает этот момент. То есть, например, ко мне привели ребенка, да, и этот ребенок, он в присмерти находится. Привели, принесли. Этот ребенок находился при смерти. И если я буду испытывать к нему жалость, что такое жалость? Это же понимание, что он меньше меня, слабее меня. Я тут такая важная, посмотрите-ка, я могу пожалеть. Нет, это не про это. Это тогда из позволения его начинают через руколь. Но там же все, что связано с ребенком до 24 лет, чтобы с ребенком не происходило, это всегда нужно смотреть, что сделали родители, почему у него такое. До 24 лет. И когда мы поработали с его бабушкой, ребенок начал приходить в себя. Вот это вот осознание, что случилось, что они несли все эти года, бабушка, мама паттерном поведения поддерживала. И ребенок просто не сломался, не смог это вынести от своего неосознания. Вот эта ситуация произошла. Но если бы я включила жалость, если бы я включила, что вот этот, вот я такая вся жалостливая, вот мне вот все это вот так жалко, я бы туда не залезла, меня бы не пустила, это был бы мой порог. Душа же не приходит за заслугами, за какими-то. Карма, это чем больше карма, тем больше глупость человеческая. Нет никакой кармы, ребят, вообще, какой карме вы говорите? Это всегда паттернное поведение, разберитесь в любой карме. Я могу раскрутить любую карму, любого человека. Это всегда будет паттернное поведение, когда какое-то поколение, неважно, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, сделала что-либо, и своим вот этим поведением она передала навыки своему поведению, которое закреплялось, 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 и перенеслось, вот это вот закрепление, вот этот вот весь ком перенесся, где вот этот вот выстрелило просто в определенное заболевание ребенка. Как правило, да, дети, почему они быстро воспринялись? Ну что же, вот здесь вот уже раз, смели сломалась хвостик сломался и вот этот хвостик его можно всегда починить вы знаете что дцп лечится постановкой костей черепа на место но это делают единицы богатство это всего лишь это всего лишь то что что тогда выкладывать критерии души вот вы сейчас говорите о том чего вы не можете прощупать вот вся беда вот в этих благостных людях что они очень часто говорят то чего не могут прощупать и не могут это изменить потому что не осознают что они говорят но потому что я говорю правда на никому не нравится конечно я же так я же свой опыт и рассказываю вам я же не вам не про вас говорю про себя а я так и говорю да потому что мне так удобно я же не не хочу перед вами лебези я такая есть я что с вами что в жизни я всегда одинаково я не буду сюда приходить и говорить ребятушки сейчас я вам расскажу а нет поднятия либо опущения это диалог и тут имеют право это ребят все потихонечку давайте вы себе организуйте свой семинар вы можете рассказывать и всех любить на семинаре а я просто говорю что я у меня нет той любви про которую вы говорите я ничего не делаю для вас я все делаю для себя я открываю людей чтобы мне жить вот в таком мире я показываю людям что мне нужны проводники не нужны книги не нужно им ничего у них все внутри и я их открываю для того чтобы я в кайфовом обществе жила я эгоизм как хотите можете назвать ребята тоже можно сказать вот светлана она два с половиной года без еды там с минимум сна я понимаю так что в рекопеду происходят определенные трансформации с разными телами и разные возможности проявляют себя гораздо большей степени чем у тех кто кушает и есть смысл послушать что это за состояние как их как не прийти может быть что-то потому что у нас каждого есть свое понимание мы сейчас не даем вот этому понимание прийти внутри себя пока вы осознание не достигли мы все растем все живем просто у каждого есть своя голова чтобы думать понимаете я слышал это соберешь свои семена просто вопрос ответ был вопрос ответ мы имеем право делов заводить авторитет у нас слушался авторитет так будьте внимание это вежливы я всем даю вы скажете у меня прерывать него доброго все счастья развития духовного подъема 4 изменить изменить любви в сердце давайте уже давайте автономии под давлением болезни я прекращаю есть и ухожу вовнутрь приходится у меня меняется состояние сознание и потом я уже и не хочу как-то есть то есть не голодаю могу чуть-чуть фрукту пососать ну потом выхожу да и когда без болезни пытаюсь войти уже от себя у меня не получается ждать болезни не нужно нужно понимать зачем вам это во-первых во вторых вам нужно попить хотя бы недели две траву гинкобелоба восстановить клеточные клеточный процесс у вас лимфатическая система забирает быстрее клетки чем они восстанавливаются попить только траву да вы можете выйти и просто совмещать можете без еды вообще как вам будет удобно ребят давайте потихонечку потом вы зададите вопрос у нас балагана не было более а вы себя открываете для себя чтобы что чтобы что потом в дальнейшем делать но вы смотрите вы вот мы все я уже говорила да если мы берем землю как как энергия когда люди ищут вчера как разбора про это был мой разговаривать когда люди ищут свое предназначение очень часто найти не могут вообще по факту если в двух словах под сказать что такое то каждый из нас это маленькая воронка этой же энергии и чтобы ты был постоянно вот этой энергии который на которой работает вся вот эта земля ты часть этой земли ты часть этого пространства ты являешься абсолютно всем и чтобы быть не выпадывать из этого состояния тебе нужно быть постоянные но назовем земными словами постоянной радости от того что ты делаешь человек не может ничего не делать то есть мне радостно вот так называем мне радостно смотреть как вокруг меня люди осознают что все вообще в них когда они открываются не просто космос каждый нам на после каждого ретрита моего я просто понимаю и ребята все по что каждый из них я просто срабатывают триггером они все намного больше намного шире намного глубже меня просто им не хватало вот очередного какого-то от этого щелчка которая просто дала и они понимая вот это они идут к самому себе как только ты начнешь делать то что от чего ты будешь кайфовать ты будешь этим пространством как только ты уходишь от себя в неделание уход от себя в то что ты не любишь ты не становишься пространством ты не становишься то энергия которая и есть энергия земли поэтому ты можешь голодать и мужчина пока ты не найдешь от чего ты кайфуешь от чего ты заряжаешь заряжаешься от чего ты становишься частью этого пространства ты есть это пространство и что ты любишь делать тело у нас для делания не для лежания она не может лежать и ты через тело запускаешь себя запускаешь свой внутренний двигатель через делание любимого какого-то дела она может быть хоть какие она может быть обувь шить на барабанах играть подстригать кого-то там готовить для кого-то ведь кто-то кушает это тоже нормально все все что угодно вы можете делать что тебя начинает именно вдохновлять и был такой вопрос у меня если там человека вдохновляет там убивать вот убивать животных там на свинофермах работать еще что-то я могу сказать однозначно что если человек пришел к себе у него никогда не будет такого желания сделать что-то больно для другого потому что другой это всегда он насколько ему захочется больно сделать себе никогда этого не будет поэтому люди которые выбирают такие профессии это просто они просто не пришли к себе это не хорошо не плохо не просто проходит свой очередной какой-то вот смотри пока ты убираешь еду ты себя начинаешь вспоминать так скажем да и в этим в этом состоянии найди что ты любишь и когда ты выйдешь на еду у тебя это не пропадет если ты научился кататься на велосипеде и ты на следующий день вышел с этим же велосипедом тебе не нужно снова учиться тебе нужно будет просто оттачивать свои умения и все да да понимание того что наполняет вдохновляем и да потом когда ты находишь себя когда ты понимаешь что когда у тебя есть четкое осознание что если вот например там я люблю танцевать и я например понимаю что если я буду есть там сахар и булки я танцевать так не смогу и поэтому я же иду к своей мечте им для меня это становится неинтересно точно так же если ты понимаешь что ты там любишь что-то там с бумажкой там конструировать еще что ты ты понимаешь что если ты поешь вот этот продукт тебя это притупляет ты его не будешь делать есть ты по нему будешь понимать что это не так это это в чувство не до своего тела но это в любом случае будет происходить ты не сможешь например на на какой-то тяжелой еде делать те вещи от которых ты получаешь кайф ты всегда будешь получать только эмоцию не чувствования и когда ты это узнаешь у тебя вот этот еда тяжелая сначала тяжелая потом уже ты же любишь не пиво ты вспоминает что ты когда у тебя был определенный момент своей жизни который закрепился пивом но смотрите пиво любишь пить и как ты любишь его дома пить ты любишь его на улице пить и что ты любишь бутылки в пластиковые стеклянные без разницы в стакане либо она должна быть стаканчики холодная теплая а если теплая будет холодная то есть холодная холодная нас это часть доля левая лево у нас отвечает за эмоции эмоциональная составляющая у тебя какая что ты там поймал такого что тебя постоянно выносит в это состояние не можешь не хочет признаться ты же себе если признаешься то ты будешь думать о а чё тогда смотри сколько времени на в твоем мире занимать она же не просто занимает какое-то место она же тебе освобождает как ты думаешь вместо для себя когда ты его пьешь ты получаешь определенные моменты ты в эти моменты не думаешь о том о том и о том от чего ты отворачиваешься скорее всего не понравился на смотрите любая еда любые напитки вообще любые уже не мы не говорим про какие-то моменты которые с наркотиками связь они у нас закрепляются не на языке то что говорят там рецепторы на языке дамы про это говорили может быть выложит эфир посмотрите у нас вся еда закреплена в голове в мозге и когда вы что-то хотите вы думаете что вы это хотите по факту это хочет не язык не тело это мозг вас приводит к определенным состоянием то есть что происходит когда вы съели какой-то определенный продукт неважно какой пусть даже кирпич вот вы его пока ели у вас определенные каналы рецепторы неважно как их назвать в ротовой полости вот поступая там в разные в разные доли ротовой полости вас через одно там стала более более вязкая слюна через другую поступая там кровь например стала более другого цвета потому что цвет и свет у нас кровь тоже меняете вязкость вот и в разных кончиках нашего тела она тоже абсолютно разные и с тем что например стала вязкая вязкая слюна вязкая слюна это значит межклеточное пространство она больше так зажать это я вам говорю не медицинским языком то мне сейчас начнут там писать это я говорю просто вот как я вижу я далеко не мере межклеточное пространство стало более жесткое стало более жестко то есть вы когда остановится у вас более жестко межклеточное пространство вы начинаете делать определенные действия своим телом вам легко сделать определенные действия если например кровь поменяла свой цвет то у вас вызвало в какой-то доли мозга определенное определенное состояние по шкале состояния всплеск какой-то и она закрепилась и вот этим вот состоянием вы вы его головой подвели что вот так вот я могу чувствовать от вот это вот ингредиенты а это просто ваше тело среагировала на какой-то компонент вот такими вот моментами это не вкус это не пиво это вообще не что если вы разберетесь вы с любой едой с любым напитком с любым компонентом просто закроете эти вопросы потому что у нас это настолько все связано когда вы начнете считывать свое тело как она реагирует вообще на все даже на слова есть слова которые не воспринимаются тембр голоса мой тембр голоса может кому-то не не восприниматься то есть я например говорю когда я себя слышу по одному я слышу через камеру дум боже мой и вот так вот я час скрипела и меня кто-то слушал это же восприятие и когда вы слышите какой-то голос неважно что говорит я могу сказать там дурак дура дура чего да я такой слово одно и то же да и вот это вибрационное поле который человек может считать своей кровью по-разному когда мы считываем кровью у нас блокирует что наши считывание не мозг а лимфатическая система которая сразу же раз разгоняет это в другую сторону и мы начинаем слышать не то что нам доносится волновая система через кровь а то что нам дает наша лимфатическая система наша помойка нашего организма и мы когда я почему говорят пересматривать эфиры марафоны который почему бы пересматривать потому что когда вы идете этим путем когда вы начинаете очищаться потом слышите думаете блин а как я этого не видел и вот это вот считывание на наше тело это наш проводник вообще в другие миры и вот то что вот почему да на меня многие обижаются никто не хочет слушать что я там говорю как-то некрасиво говорю про духовных высокодуховных развитых людей нету развития все развитие в нас куда вы развиваетесь себя заглядываем считываем все что есть в нас это это наш внутренний мир который нам транслирует то что происходит с нашим внешним миром как только вы начинаете считывать наш внутренний мир вы можете внешний мир делать таким чтобы вам было удобно для вашего внутреннего мира и все неважно что это будет эта картинка будет это будет себе картинка это будет там какой-то азии картинка это будет море океаны там яхты или там я не знаю картонка у мусорки абсолютно неважно это все состраиваете вы только тогда вы можете это построить как только вы ориентируетесь на ваш внутренний мир на ваши органы то что происходит с вами какое у вас сейчас взаимодействие с вашими клетками как вы воспринимаете через кровь каждое слово кого-либо как вы вы даете через кровь слова насколько вы отпускать и выси когда разговариваете вы разуплотняетесь или вы наполняетесь отдавая что-то принимая в себя абсолютно новое но потом у тебя ты будешь это чувствовать это не определить по каким-то но сейчас я вам могу сказать что приезжай на ретрит и там будет все понятно чего ты как говоришь я думаю что мы там эту тему прямо в этот раз наверно глобальный затронет очень очень раскроем тему на байкале на это на алтай а потому что там пространство другое то есть горы они тоже нам дают другое пространство вы тоже начинаете чувствовать то есть есть горы когда вот внизу да вот в этой вы чаши это одна энергия и вас кровь она закручивает вот так то есть убаюкивающие убаюкивающие и вы понимаете что вам нужно сделать что вокруг вас происходит то есть уход в себя когда вы поднимаетесь на пик какой-то горы там вот так вот циркулирует вот вот это пространство воздух он более плотный и вы понимаете что вот эти вот действия а что я могу сделать что чтобы вот это то есть это уже на дело не идет и вы каждый момент любого пространства можете считать для вас уже не будет иметь значение место силы вы есть место силы вы есть все пространство никак не замеряем вы можете мне верить и можете не верить вот вы себе проблему создали не из-за чего ты чувствуешь свежести полный сил например вот сутки человек потенциал бы как вот и все ну например это хотя бы можно уже все хорошо я два вопроса ребят давайте потом которые сейчас вот затронули это ребята хотела марафон пробежать да я пробежала сутки бежать сутки до ну как мне пальцы подсинель дать я просто так лаком то крашу нет и есть ну как сутки сутки я бегу там 15 нашему делу то есть мне нужно же было прочувствовать что с телом происходит само тело оно не у него нет такой усталости как есть в голове и телу хватает ровно 15 минут но моему по крайней мере я не знаю как вашему я думаю что не сильно отличается поэтому бежишь там 15 там забежала посмотрела проверила детей потом дальше побежал и 24 от я себе просто мне было интересно как она будет реагировать тело то есть 24 часа прошло 24 часа пробега все потом начала заниматься привычной жизнью как я там не подряд значит не подряд значит с несколькими перерывами за сутки второй вопрос ты вчера говорила про внутренние органы как что у них предназначение не переваривать еду а быть связующим звеном с внешним миром и вот связи с этим те заболевания которые у нас на определенные органы это транслятор да это мы будем обсуждать на марафонах у меня есть и марафоны всякие там я там подробно прямо рассказывать ну к примеру смотрите и сердце печень кишечник и что такое кишечник кишечник это дает определенные то есть если с кишечником что-то не то то у вас идет это неважно смотрите кишечник это всегда на принятие неприлибо непринятие мира почему так потому что кишечник когда у вас кишечник прям по пунктам вам расскажу что было понятно так можно каждому органу отнести когда кишечник жкт работает как-то нет не так как ему нужно было по каким-то причинам не будем сейчас туда углубляться то у вас получается что диафрагма она работает не в полную амплитуду когда диафрагма работает не в полную амплитуду то тогда у нас опять далее легких где сердце там две доли и здесь у нас три доли когда диафрагма работает не в полную силу то наши легкие получается что она не подталкивает так вот там какой-то клапан я не знаю как он называется медицинский и легкие работает не в полную силу и вы не можете так вдохнуть и выдохнуть как бы вам хотел стать вы не принимаете мир туда и сюда. Что дальше происходит? То есть я могу вообще каждый орган, но это будет очень долго, и вы можете запутаться. Что дальше происходит, когда вы не можете вдохнуть и выдохнуть? У вас сердечный клапан начинает работать не так, как ему нужно, то есть вы не приняли этот мир уже. Сердечный клапан, он работает уже не так, его диафрагма не подтолкнула. Начинает сердце не так перерабатывать кровь. Кровь начинает густеть, кровь начинает густеть, и у вас отваливается материальное, то есть вы не можете себе позволить в материальном смысле то, чтобы вы хотели. То есть денежные ресурсы к вам так не приходят, как вам бы хотелось. Через сердце, да. Потому что кровь загустевает, у вас получается, срабатывать не так клапан, кровь кусками загустевает, то есть клапан работает, то есть у вас получается на разных участках очень сильное отличие вязкости крови. Вязкости крови отличия у вас пошло дальше, дальше пошло в мозг, мы еще можем глаза и все затронем, сейчас это не будем делать. Дальше пошло в мозг, и по вашим нейросетям у вас получились пробелы вот этой вот вязкой крови из тех положений, где вы могли бы в легкости заработать там столько-то, в легкости получить то-то, то у вас это все перекрывает, и вы думаете, как вот мне вот это сделать, вот как вот они богатые, вот это дед, как вот они вот этого, а у меня это не получается. У вас все будет получаться всегда, если вы начнете считывать свои внутренние органы. Ваш мир будет ровно таким, каким вам нужно. Не для кого-то порисоваться, не кому-то что-то доказать, а только для себя. Все внутренние органы, это вот когда мы говорим про психосоматику, простят меня психологи, психосоматика это поверхностно, для кого-то она помогает, кому-то достаточно поверхностно, но это все, это именно вот поверхность. Если вы углубляетесь дальше, вы понимаете, что происходит с вашими внутренними органами, на какой момент, и на что это отдает в реальной жизни. То есть каждый наш орган, это внутренний, это внутренний мир, ой, внешний мир. Наш внутренний мир, это всегда подготовка к внешнему. Сначала вы себя, да, а потом вы транслируете это во внешнем. Вопрос, вот вы скажете, что-то, если ты там не воспринимаешь, не принимаешь, что-то? Нет, внешний мир не принимаешь, не то, что все нужно, нет, ни в коем случае, зачем? Это то, что ваш внутренний мир, то, что вы себе придумали, не соответствует внешнему миру. Это 80% не соответствует. Да? То есть, а внутренний мир меняется тоже, ну, при своем представлении меняешься? Ну, вообще, первое, что я уже всегда, ребятам, говорю, во-первых, первое, что нужно, это прям механически, как вот говорят, что нужно сделать, это прям механически отслеживается. Когда ты начинаешь себе все время говорить, что нет плохого и хорошего, есть просто факт. То есть, это не важно, что. Я себя отлавливала в какой-то момент прямо отлавлю. Нет, это про-двостиность. Это про-двостиность, то есть, когда убираешь свою жизнь. Ой, пожалуйста, хорошо, плохо. Ну, это хоть как назови, неважно. Вот, например, передо мной там идет, там женщина, там я живу в Сочи, да, там жара-летом. передо мной идет женщина с огромными габаритами и она они на ней одет купальник она прям в купальнике по центру идет одет купальника такой весь полосочку и над как колбаска такая я думаю ну вот надо же вот так вот там думаю так стоп а это ведь нехорошо неплохо что нет это просто факт я вижу факт и когда вы научаетесь это делать то есть можно просто какой браслетик на не резиночки либо резиночку и как только вы начали оценивать что-то он сказал плохо он он сказал хорошо пенс она красивая некрасиво там и все у вас через дня три здесь будет такой синячище что вы будете думать а вот этот синяк это я и есть я этот синяк на этой планете то есть я то больное место никакое по которой меня постоянно это же вас жизнь так бьет как вы сюда это вас жизнь постоянно так бьет вас за три дня вот за сколько вас появится здесь синяк за столько вас жить размазывает вы потом все время в таком состоянии ходите это касается любой резинки да конечно у нас вообще нет ложных или не ложных установок ребят это все ерунда у нас просто есть определенные установки в том случае в котором мы растем социуму так удобно просто вы для себя решаете вам удобно в этом социуме жить для социума либо вам удобно в этом социуме жить для себя вот и все ведь кто живет социум по программам это же тоже не хорошо и не плохо это просто их выбор и это тоже как бы там это просто факт ты когда выполняешь здесь все программы ты просто разуплотняешься то есть ты не умираешь от старости вот например ну ты как бы не создашь эту ситуацию пока тебе это пока ты здесь нужен потому что люди вот которым там но достаточно больше чем нам лет они как правило в осознанию же они как правило останавливаются по внешнему виду это от 40 до 60 где-то да все и дальше уже у них идут другие процессы это ты сам уже видишься наверное они полезны если они хорошо как-то действует на твое тело то почему не делайте любой инструмент прочувствовать свое тело самого начи не через обман говорит ой мне вот это радость вызывает и я на этом устанавливаюсь это не радость должность вызывать это должно вызывать именно истинное понимание что я есть ведь тело то находится в не вы в теле а тело в вас и когда вы это понимаете вы начинаете его считывать как книгу которую вы открываете книга то не внутри вас вы же не съели а потом сидите дают а чушь я съел такое ну-ка распаковывайся там нет и вы тело в вас находится именно поэтому когда вы осознаете что тело находится в вас тогда вы можете его считывать это состояние она приходит она приходит на определенных уровнях осознания себя нас вообще у нас много тренингов полюбить у нас вот так вот я смотрю одни боги и богини мастера боги богини вот все все знают думаешь в боже мой мышь я на земле то 1 хожу все там уже да уже в двадцать пятом нет а по факту что такое любить себя это по-честному вот прямо все через тотальную честность это не крем ушками намазаться это не сказать кому так что я вот такая вот богиня ко мне только вот так вот это вообще не про это это про честность это вот про тотальную честность если мы между мужчиной и женщина то ты будешь мне в тебе нравится вот это а он должен сказать что то есть ты должен понять что тебе вообще ничего не принадлежит абсолютно ничего ты можешь через сто лет умереть а можешь через час и это тоже будет просто факт но любовь к себе она только ее можно прочувствовать когда ты начинаешь есть тотальную честность все вот это мне нравится это не нравится и человеку говоришь с которым ты работаешь с которым ты живешь с которым ты дружишь с которым ты просто встречаешься ты ему говоришь про честность что тебе нравится что тем не нет не начинаешь льстить чтобы быть хорошей для него ну да вот вы хороший мастер да конечно мы хорошим внутри думаешь блин это уже миллионы человек сказал ну скажи что-то вот новое а ничего нового говорить не надо и ты когда говоришь это по-честному ты можешь любого человека обидеть но это будет всегда его никогда не додумывайте за других и вот этот любой к себе на в первую очередь проявляется через честность когда ты по-честному себе признаешься что тебе нравится в твоем мире когда ты по-честному его формируешь и тогда у тебя не будет никогда никаких претензий ни к какому человеку потому что ты сформировал этот мир и вот это вот любовь это же здорово он же нам здесь тоже вскрыл какие-то моменты это же классно и у него пошли свои процессы не без этого осознаем какие-то моменты или нет это уже другой процесс на ретрите но у меня бывают моменты когда я человеку возвращать деньги говорят до свидания я еда я удаляю из клуба и для смарафона некоторые ошибок не бывает нет тут же не про ошибки тут я понимаю когда человек не готов распишите там мне вот это дайте мне вот это что я получу вот это а чтобы мне дадить а если я не вот так вот не приду вот к этому что я планирую ну как быть нет тебе рано давай-ка лучше еще подождешь что-нибудь там кого-нибудь других мастеров посмотришь нет ко мне тебе не надо пока может быть никогда что но они есть как фантом это же можно по разум интерпретировать я их вижу как мы же живем единоразово едино моментом нескольких мирах и вот эти вот фантомы наши они тоже самое то тоже самое я в нескольких мирах не факт то есть они это не том что ты не в том мире живешь ты только в этом мире в том только фантом но фантом может как из этого мира туда прийти то есть не я твой фантом так из того мира не ты а твой фантом и вот это другие миры вы очень хорошо чувствуете когда начинаете отслеживать вот такие моменты когда например там дежавюла случается или какие-то предметы забыли вот только что положили потом найти не можете потом рассмотрите он здесь всегда лежал как я здесь проходил не видел вот это вот все как раз показатель того что наш мозг не пускает нас в те состояния где мы видим и знаем что мы существуем в нескольких мирах и когда вы говорите что вам интересно и вот раскроем такую небольшую завесу что мне интересно это когда ты уже осознаешь что ты в нескольких мирах ты себя видишь проживание в нескольких мирах за его един и когда ты начинаешь себя собирать вот когда ты себя соберешь цель на со всех миров вот это будет что-то иное целую нет разных миров как бы ну как в нашем восприятии они есть разных мира но вот смотрите вот вы когда находитесь у вас например четырехкомнатная квартира вы когда кто-то вам зайдет вы говорите вы где вы говорите где там дома и там в квартире вы же не будете в третьей комнате слева вот и я он тоже так же как бы я дома и вот это вот все вот у меня как бы несколько квартир комнат так скажем и у меня нет такого что из какой комнаты я себя начала собирать у вас же нет приоритетности что я вот сейчас эту практику например делаю только в зале или делаю только в спальне или только в детской вы делаете ее там где вам удобно на данный момент то есть нет приоритетного мира вы свое пространство вы поймете что вы есть пространство есть мы сейчас каждый находимся в своем мире которые соприкасаются но пространство то у нас единая как луковица точка сборки вот здесь можете хоть как это назвать вот я сейчас показываю здесь а я на самом деле показываем здесь еще там там и там для каждого смотрите для каждого мир для каждого реальность он будет ровно столько насколько он готов воспринимать вот мы сейчас с вами разговариваем да и вы пришли каким-то осознанием каким-то эмоциям каким-то чувствованием позитивным негативным ход каким вот здесь и сейчас и для вас вот здесь и сейчас это стало здесь и сейчас а человек который посмотрит в записи например там через месяц и у него тоже придется сознание и для него вот это здесь и сейчас мои слова которые здесь для него перенесутся туда и мы вот этого временного контента не замечаем очень часто мы не можем его отследить мы думаем что как мы себе придумали что ну это же просто в записи а по факту с тобой произошло действие и с ним произошло с действием от одного и того же слова который просто был в разном временном промежутке в данной плотности и все здесь и сейчас но пусть она будет так и потом по-другому смотрите временной фактор временной фактор он присутствует не обязательно у нас вообще физическое тело на разных стадиях самого себя сон бывает разный то есть изначально сон это мы не берем детский сон до ребенок вообще не спит вы в курсе да он просто находится в определенных состояниях поэтому когда особенно вот новорожденного вожденный ребенок он вообще еще когда мы задали вопрос про душу да мы сейчас не будем ее поднимать но тем не менее каждая мамочка знает что ребенок когда рождаются он первые несколько дней с абсолютно черными глазами у него не оформлены вообще было не сетчатка глаза не вот этот роговицы ничего не оформлено у него просто идет этот пока еще состыковка с этим миром с этой плотностью и он находится вот в этом состоянии которое называют а мой спит вот хорошо вот он спит а нужно его покормить чтобы он еще дальше спал он не спит он и у него идет восприятие вибрационного процесса и точно так же у нас только во взрослом вы сейчас про свой солнце спрашивать во взрослом возрасте это происходит так что ваша система и нужно как-то перезагрузиться и это просто вы вы выпадаете то есть вы вы и здесь и во сне это тоже вы просто здесь вы себя интерпретируете через физическое тело а там вы себя интерпретируете через истинное я почему во сне можете делать какие-то вещи но так как вы неосознанно вы не можете вернуться в один и тот же сон вы не можете вот досмотреть иногда просыпаетесь думать блин уснуть бы еще чтобы досмотреть там только столько всего прекрасного да а потом это переходит в то что у тебя вот это тонкая грань между я явью и я во сне она стирается и ты уже начинаешь как бы находиться в этом состоянии как бы со стороны может быть казаться что ты спишь но ты понимаешь что ты и там и здесь неважно в физическом ты теле либо не физическом это грани на уходят и получается что ты находишься состоянии сознания сознание самого себя в любых про в любых плотностях что во сне что здесь то есть ты можешь если например здесь по каким-то социальным критериям неважно там почему нельзя туда сходить сюда зайти не могу доехать проехать еще что-то абсолютно неважно если тебе по каким-то социальным критериям ты не можешь здесь получить какую-то ну скажем так информацию которая тебе нужна для чего-то ты можешь вот в это состояние войти в состояние сна и там ее всю получить и спокойно вынести и оттуда-сюда в эту плотность спустя вообще очень легко проходить на самом деле но это когда у вас есть осознание что вы уже не там не за деньгами идете в банк никому-то в голову залезть а именно вот вошел в то состояние у нас вообще нет ложных или не ложных установок ребят это все ерунда у нас просто есть определенные установки в том случае в котором мы растем социуму так удобно просто вы для себя решаете вам удобно в этом социуме жить для социума либо вам удобно в этом социуме жить для себя вот и все ведь кто живет социум по программам это же тоже не хорошо неплохо это просто их выбор и это тоже как бы то это просто факт ты когда выполняешь здесь все программы ты просто разуплотняешься то есть ты не умираешь от старости вот например ну ты как не создашь эту ситуацию пока тебе это пока ты здесь нужен потому что люди вот которым там достаточно больше чем нам лет они как правило в осознанию же они как правило останавливаются по внешнему виду это от 40 до 60 лет до все и дальше уже у них идут другие процессы это ты сам уже видишься наверное они полезны если они хорошо как-то действует на твое тело то почему нет делайте любой инструмент прочувствовать свое тело самого начинни через обман говорит ой мне вот это радость вызывает и я на этом устанавливаюсь это не радость должность вызывать это должно вызывать именно истинное понимание что я есть ведь тело-то находится в не вы в теле от тела вас и когда вы это понимаете вы начинаете высчитывать как милу которую вы открываете книга то не внутри вас вы же не съели а потом сидите дают а чушь я съел такое ну-ка распаковывайся там нет те вы тела в вас находится именно поэтому когда вы осознаете что тело находится в вас тогда вы можете его считывать это состояние она приходит она приходит на определенных уровнях осознания себя у нас вообще у нас много тренингов по любви у нас вот так вот я смотрю одни боги и богини мастера боги богини вот все все знают думаешь в боже мой мышь я на земле то одна хожу все там уже да уже в двадцать пятом некоторые думки а по факту что такое любить себя это по-честному вот прямо все через тотальную честность это не крем ушками намазаться это не сказать кому-то что я вот такая вот богиня ко мне только вот так вот это вообще не проекты это про честность это вот про тотальную честность если между мужчиной женщин то ты будешь мне в тебе нравится вот это а он должен сказать что то есть ты должен берем что тебе вообще ничего не принадлежит абсолютно ничего ты можешь через сто лет умереть я можешь через час и это тоже будет просто факт но вот к себе она только ее можно прочувствовать когда ты начинаешь есть тотальную честность все вот это мне нравится это не нравится и человеку говоришь с которым ты работаешь с которым ты живешь с которым ты дружишь с которым ты просто встречаешься ты ему говоришь про честность что тебе нравится что тем не нет не начинаешь льстить чтобы быть хорошей для него ну да вот вы хороший мастер да конечно вы хорошего внутри думаешь блин это уже миллион человек сказал ну скажи что-то вот новое а ничего нового говорить не надо и ты когда говоришь это по-честному ты можешь любого человека обидеть но это будет всегда его никогда не додумывайте за других и вот этот любовь к себе на в первую очередь проявляется через честность когда ты по-честному себе признаешься что тебе нравится в твоем мире когда ты по-честному его формируешь и тогда у тебя не будет никогда никаких претензий никакому человеку потому что ты сформировал этот мир и вот это вот любовь это же здорово он же нам здесь тоже вскрыл какие-то моменты это же классно и у него пошли свои процессы не без этого осознаем какие-то моменты или нет это уже другой процесс на ретриты но у меня бывают моменты когда я человеку возвращая деньги говорят до свидания я да я удаляю из клуба и для смартфона некоторые ошибок не бывает нет тут же не про ошибки тут я понимаю когда человек не готов распишите там мне вот это дайте мне вот это что я получу вот это а чтобы мне дадить а если я не вот так вот не приду вот к этому что я планирую ну как быть не тебе рано давай как лучше еще подождешь что-нибудь там кого-нибудь других мастеров посмотришь не ко мне тебе не надо пока может быть никогда что но они есть как фантом это же можно по разум интерпретировать я их вижу как мы же живем единоразово один момент нам нескольких мирах и вот эти вот фантомы наши они тоже самое то то же самое я в нескольких мирах не факт что то есть они это не том что ты не в том мире живешь ты только в этом мире в том только фантом но фантом может как из этого мира туда прийти то есть не я твой фантом как из того мира не ты а твой фантом и вот это другие миры вы очень хорошо чувствуете когда начинаете отслеживать вот такие моменты когда например там дежавю у вас случается или какие-то предметы забыли вот только что положили потом найти не можете потом раз смотрите он здесь всегда лежал как я здесь проходил не видел вот это вот все как раз показатель того что наш мозг не пускает нас в те состояния где мы видим и знаем что мы существуем в нескольких мирах и когда вы говорите что вам интересно и вот раскроем такую небольшую завису что мне интересно это когда ты уже осознаешь что ты в нескольких мирах ты себя видишь проживание в нескольких мирах за его едино и когда ты начинаешь себя собирать вот когда ты себя соберешь цельно со всех миров вот это будет что-то иное их нет разных миров как бы но как в нашем восприятии они есть разных мира но вот смотрите вот вы когда находитесь у вас например четырехкомнатная квартира вы когда кто-то вам звонит выговорить вы где вы говорите где там дома и там в квартире вы же не будете в третьей комнате слева вот и я вам тоже так же как бы я дома и вот это все вот у меня как бы несколько квартир комнат так скажем у меня нет такого что из какой комнаты я себя начала собирать важно нет приоритетности что я вот сейчас эту практику например делаю только в зале или делаю только в спальне или только в детской вы делаете ее там где вам удобно на данный момент то есть нет приоритетного мира вы свою пространство вы поймете что вы есть простран то есть мы сейчас каждый находимся в своем мире которые соприкасаются но пространство это у нас единая как лукаются где . сборки вот здесь можете хоть как это назвать вот я сейчас показываю здесь а я на самом деле показываем здесь еще там там и там для каждого смотрите для каждого мир для каждого реальность он будет ровно столько насколько он готов воспринимать вот мы сейчас с вами разговариваем да и вы пришли каким-то осознанием каким-то эмоциям каким-то чувствованием позитивным негативным вот каким вот здесь и сейчас и для вас вот здесь и сейчас это стало здесь и сейчас а человек который посмотрит в записи например там через месяц и у него тоже придется сознание и для него вот это здесь и сейчас мои слова которые здесь для него перенесутся туда и мы вот этого временного контента не замечаем очень часто мы не можем его отследить мы думаем что как мы себе придумали что ну это же просто в записи а по факту с тобой произошло действие и с ним произошло с действия от одного и того же слова который просто был в разном временном промежутке в данной плотности и все здесь и сейчас мы все время тела собираем здесь сейчас . все равно она будет одна вы из четырех получать себя разных четырех до но пусть она будет так и потом по другому смотрите временной фактор временной фактор он присутствует только в этой плотности физическое тело обязательно присутствует не обязательно у нас вообще физическое на разных стадиях самого себя сон бывает разный то есть изначально сон это мы не берем детский сон до ребенок вообще не испытывай в курсе да он просто находится в определенных состояниях поэтому когда особенно вот новорожденного вожденный ребенок он вообще еще когда вы задали вопрос про душу дамы сейчас не будем ее поднимать но тем не менее каждая мамочка знает что ребенок когда рождаются он первые несколько дней с абсолютно черными глазами у него не оформлены вообще было не сетчатка глаза не вот этот роговица ничего не оформлю него просто идет этот пока еще состыковка с этим миром с этой плотностью и он находится вот в этом состоянии которое называют а мой спит вот хорошо вот он спит а нужно покормить чтобы он еще дальше спал он не спит он и у него идет восприятие вибрационного процесса и точно так же у нас только во взрослом вы же сейчас про свой солнце спрашивать во взрослом возрасте это происходит так что ваша система ей нужно как-то перезагрузиться и это просто вы вы выпадаете то есть вы вы и здесь и во сне это тоже вы просто здесь вы себя интерпретируете через физическое тело а там вы себя интерпретируете через истинное я почему вы во сне можете делать какие-то вещи но так как вы неосознанно вы не можете вернуться в один и тот же сон вы не можете вот досмотреть иногда просыпаетесь блин уснуть бы еще чтобы досмотреть там только столько всего прекрасного да а потом это переходит в то что у тебя от этого тонкая грань между я явью и я во сне она стирается и ты уже начинаешь как бы находиться в этом состоянии как бы со стороны может быть казаться что ты спишь но ты понимаешь что ты и там и здесь неважно в физическом ты теле либо не физическом это граня на уходят и получается что ты находишься состоянии сознания сознание самого себя в любых про в любых плотностях что во сне что здесь то есть ты можешь если например здесь по каким-то социальным критериям неважно там почему нельзя туда сходить сюда зайти не могу доехать проехать еще что-то абсолютно неважно если тебе по каким-то социальным критериям ты не можешь здесь получить какую-то ускорим так информацию которая тебе нужна для чего-то ты можешь вот в это состояние войти в состояние сна и там ее всю получить и спокойно вынести ее туда сюда в эту плотность спустя вообще очень легко проходить на самом деле но это когда у вас есть осознание что вы уже не там не за деньгами идете в банк никому-то в голову залезть а именно да вы уже все на этом уровне вы просто от себя настолько это закрываетесь это вы как голый король да вот я вот в таком-то платьишки в таком осознания в таком там кто-то король того вы все в этом состоянии пока вы не примете себя головой ваш самая большая беда это ваша голова когда вы начинаете от себя уходить в практике философию еще во что-то вы все время от себя уходит как только в это все сбрасывать вы понимаете четко что вы на этом же уровне и когда вы то есть я не на каком-то уровне я никуда ты не отлетела от вас я абсолютно такая же хожу по же земле у меня такие же ноги марафоны нужны чтобы нам марафоны нужны чтобы получить какую-то дополнительную информацию потому что это более все раскрываю что вам будет более понятно а ретриты нужны когда вы хотите не хотите с ретритов вы не убежите когда я говорю что то такое вам хочется сбежать вот я бы была очень счастлива типа он приехал ко мне на ретрит он бы так прокачался он бы такую глубину стенку скрылся бы боже мой как вообще это в нем вот настолько вот все зажато но он же он-то целый космос и вы каждый когда вы понимаете вы просто вот почему после ретрита вот такие вот отзывы это же мы стараемся отзывы записать как после ретрита так нам ребята там через месяца два когда их догонять ну как правило через месяца два не приезжают на следующий реки за следующий распаковка то есть они это могут делать все без меня и на себя никого не закручивать именно поэтому они и понимают что с ним происходит и когда вы убираете то есть я же говорите вещи которые как правило не нравится и вот первые дни ретрита то есть у нас думаешь какие-то болтушки то есть я прощупываю поле я раскрываю вас хотите вы этого или нет и когда вы мне начинаете сначала выдать да нет любимое слово да не то ли да то ли нет хер его знают но неважно это да нет да я это уже все прошел да со мной тоже все было за со мной это уже так этот отрицание когда когда ты по телефону или там по в час у нас времени я же вас не захвачу а когда вы со на пять дней вы от меня уже никуда не денетесь я не с этой стороны так с этой стороны все равно залезу расковыряю это больно но потом сразу такой космос открывается дубль это все я и как этот как это вообще могло произойти за вот эти вот несколько там не чтобы не понять что вот это я у меня к сожалению нет поэтому я так долго шла что сколько парень шла 10 лет но нет вообще в принципе у меня вот эти вот как вообще принято осознание вот это все я сейчас отпишу книгу две книги 1 как типа но нет не рановато вот одна книга она будет про то именно как как правильно для тела никак правильно как ли в легче для тела выходить сухие дни для чего как что и что делать почему такие процессы происходят почему спортсмены умирают очень быстро например хотя не так долго много тренируется что происходит в их теле что нужно сделать чтобы это восстановить что он уже для этого для это то есть это будет первых не по вторая книга это биография чтобы люди чтобы людей было понимание что нет такого что я перестала есть и раз такая вся просветлилась и пробудилась нет у меня это было с детства то есть я с детства была тот человек который либо либо я сделаю это лучше всех либо не буду делать это вообще то есть я вот но у меня вот это было из самого детства то есть всегда и чтобы было понимать рассказал одну историю да вот как я так и как я видела мир как я воспринимала мир у меня были такие ситуации в жизни как когда я жила на урале у нас там есть такая сеть если кто-то знает и там я не знаю насчет сейчас но раньше там был как называть санаторий мы поехали с родителями в санаторий мне было там сколько лет может быть лет семь шесть что-то такое совсем маленькая была и поднялся ветер на этой реке все купались поднялся ветер и у девочки начал как выдувать матрас я за ним поплыла и поднялся такой сильный ветер то есть уже я ничего не слышала что береговая охрана не поехал не будет мы не можем туда ехать там камыши мы туда не проедем как бы девочка все со мной все попрощались на берегу но я не могла оставить этот матрас для меня как это я приплыву без матраса но я же за ним поплыла мне же нужно если я за ним поплыла то значит я же не просто так парк лапа плава мне нужно его бы обратно в любом случае обратно привести вот я в шесть лет за этим отрасли не за сколько там заняло по времени но когда приплыла меня даже ругать не стали то есть там там я когда была обратно думала боже мой что такое у них там случилось столько народа там за из разных санаториев там скорые реанимации раньше не было машины там же скорая стояла дежурила там вот эти вот все спасатели вот когда выплыла уже из этих камышей они понятно что когда они смогли то есть они на на моторной лодке они не смогли доплыть лодку сносила и они за за веревку несколько человек начали плыть держа за веревку чтобы кого-то там не несла за мной за девочкой на матрасе а я сама была всю жизнь вещь вот этот вечно лохматая то есть я такая всегда была лохматая это не химии это мои всегда вы горючая то есть это не краска это вы берешь его лохматый маленькая я всегда была мне в первом классе перешивали форму потому что раньше шаблонные были форма я перешивали форму потому что моего размера не было я была даже по станет я на ступеньке всегда стояла что я вот такая вот была конечно там матрас больше меня весил чтобы там непонятно было по вообще вдувает но я вам все равно доперла и у меня вся жизнь такая то есть я постоянно я что-то делать мне нужно это сделать то есть думаю а для чего тогда это дело то есть у меня нет такого что если это не идет значит это не моё вообще все моё если я начала это делать я это буду делать а мне нет не хочется или не хочется но это не через боль это не через аскеза у меня вот в том да у меня просто это это мой это я это просто я это моя это моя самость такая и все это не кому-то что то доказать то есть если бы я приплыл а с этом матрасом они все больше убежали бы уже домой для меня бы это не значит и что что я кому то есть вот сейчас если бы не заработал иван вопрос про пробег я бы никому не сказала потому что ну как бы кому интересно чтобы вы это могу вот как вы докажете но зачем тогда вы бегали будет 15 минут отдыхали это уже не сутки это уже не бег это уже не доказать это уже не то это уже не именно поэтому я очень часто про такие вещи вообще не рассказываю потому что все же просят доказательств я многие вещи которые не рассказываю здесь я очень многие когда мы без камер сидим на ретрите я расскажу более другие вещи с какими-то там уже с медицинскими вставочками и люди когда видят это вживую какие-то там медицинские показатели какие-то там рентгены там еще что-то они уже понимаю что это уже не про другое что у нас несколько закладок зубов когда уходишь я не видела автономов у которых не менялись зубы а зубы про честность зубы это про вибрации это про слова да что ты транслируешь как какого-то себя транслирует мир начинаешь кидают подождите давай пламена или пламена я не узнала недавно и узнала только одно название я так понимаю что это какие-то люди которые там под катка ты совместимы но еще раз говорю вы на определенных этапах вы смотрите на человека вы видите его предыдущей жизни и вы со многими людьми знаете как вы взаимодействовали были ли вы вместе и очень часто в этом мире к вам попадаются те люди с которым вы какой-то опыт проходили там нет я к запахам отношусь очень хорошо люблю всякие масла очень люблю духами я не могу пользоваться потому что там они для меня не пахнут духами пахнут именно той химии на которых они сделаны что касаемо носа смотрите у нас у нас там есть перегородка и вот она обычного человека она очень тоненькая вот это при я не помню как она называется через эту перегородку она воспринимается вот эти вот все запахи они воспринимаются через эту перегородку столько сколько вам нужно для распознания чего-то когда вы переходите на иной образ жизни очень нота это конкретно от еды зависит когда вы переходите на жизнь без с минимальным количеством или давайте так называем потому что нельзя определенные слова говорить на камеру альтернативная как у вас это перегородка со временем она становится более более толстой и рыхлой она такая жесткая становится и через нее вы можете уже когда вы вы можете уже чувствовать запахи то есть вы чувствуете как пахнут внутренние органы каждого человека своего человека да вы нет это так оно есть да просто единственное нет энциклопе что вот этот запах принадлежит почкам этот запах принадлежит то есть это по крайней мере я сейчас это только методом тыка почему я не выношу это наружу потому что я не не всегда не всегда знают я чувствую человеку так пахнет а какой орган так пахнет я не знаю если например 3 человека с таким запахом и каждый мне скажет что у него например там проблемы с печенью то я понимаю что этот запах это печень так парни с определенными закупорками каналы и мало того что ты начинаешь чувствовать то есть вот эти вот запахи запахи органов то есть что дает нам запахи органов когда человек говорит например женщина говорит мы сходили с мужчиной такой был фильм это просто вообще пипец там вот на этом фильме вот то-то и вот то-то а я через запах чувствую как ее органы выдают другую информацию то есть а ее органы чтобы у нее идет сердце начинает работать по-другому разжижая кровь и на сердце быстро вот разжижая кровь от того что она разжижает кровь она потекла в надпочечники надпочечники начали выводить выводить мочу начали выводить мочу оттуда пошло в мочевой канал во все женские органы женские органы начинают раскрыть и вот этот весь запах я чувствую я понимаю что она на этом фильме ей было хорошо от того что она была рядом с этим мужчиной в чем и фиолетово какой фильм был но у нее как якорь этот фильм закрепился на потом в какие-нибудь моменты будет смотреть этот фильм не осознавая что-то внутренние органы поменяли структуру потому что ей было просто хорошо и парень который с ней был он потом мы мне то есть вдвоем они рассказали одну стой а потом по одиночке я понимаю что запахи разные не могу пой а потом у него спрашивать как ты фенгер да вообще круто мне очень понравилось и по запахам я вижу что по через внутренние органы то есть у него проявляется он вспоминает этот фильм у него в у него идет вот этот мускулинность мужская я понимаю что по запахам и уже говорить на у меня выстраивается этот картинка что они просто сидели на последнем на последнем сиденье как они на последних рядах просто ее хотел ему на этот фильм было вообще без разницы и когда я их спросила говорю а чё было вот с этим героини и они такие оба и заливы но фильм был классный и вы понимаете что через нос вы можете человек вам может вообще ничего не говорить когда вы научаетесь опять же это это же я же мой путь только начался это же только начало то что я могу вот это делать и когда вы понимаете что через нос вы можете понюхав поле человека полностью составить картину что было неважно чем будет говорить или не будет его внутренние органы скажет истинность что происходило оттуда поднимается это не изо рта это когда пища перегнивает зуба вот это это такие процессы чувствуете как настоящий другой человек но если у тебя это развито то и ты почувствуешь конечно я еще раду я такая же как вы просто у меня раскрыты некоторые некоторые моменты то есть у нас у всех есть с вами две ноги но мы не стали олимпийцами сборной побегу да ты можешь это развивать может не развивать то есть это же все больше слушает чувствует себя чувствует на чувствование вот вы понимаете вот мне например нужно ехать сюда да и вы хотите ли не хотите туда ехать у вас вот это первое первое ощущение но всегда будет правильно но голова потом подключается когда вы подключили голову вы отключили свою селезенку вы отключили свою селезенку она вас натянутом состоянии нас приведет в конце концов если вы будете все время наплевательски относиться вот к своей селезенки вы через это то есть селезенка это наша интуиция то она вас какой-нибудь момент приведет какой-нибудь аварии где она просто лопнет все взаимосвязаны ребят все все что внутри она все транслирует внешне я не слышала ничего когда все вместе я сейчас не буду этого вот перечень говорить приходите на ретриты на марафон и там будет все вот это вот по полочкам что я возможно разложил для чего надо что что такое ум для чего надо у предохранитель представляете вам всем вот сейчас вот вы все боги да вам всем отключить ум и вы такие о все я пошел это делать это делать это у меня получается это ваш предохранитель чтобы вы не скинули со скалы вы же не обязательно должны разбиться если вы не обязательно должны по-твердому ходить то есть вы можете спокойно неважно как тверд для вас она может быть вот такая а может быть вот это это тоже твердь и после 3 дня отказа от сна вы чувствуете воздух по-другому вы же его просто ощущаете что он становится плотный а когда мы все время в таком состоянии какая разница вам кудка почему ходить и вот ваш ум это ваш просто предохранитель так стопы ты же там свалишься не надо вот этот поешь это еще что-то это чтобы для тебя он ставит тебе максимум на сто лет это твой предохранитель который работает сто лет он должен тебя твое тело вот использовать за сто лет но это я буду говорить наверное на депривации сна либо либо в клубе мы поднимаем эти вопросы они они не для общего пользу это нехорошо неплохо да вы просто смотрите я вообще не живу от ума то есть меня нет такого надо подумать вот об этом надо под у меня этого нет то есть я иду по живу почувствованию то есть вот так вот раз раз у меня все это накручивается понятно что я у меня есть такие простройки до мысли то есть я например думаю что мне нужно заплатить там за дом там за учебу детей и одну надо заплатить это я сюда вот раз это поставила я об этом больше не думаю я возвращаюсь состояние до мысли вот эту мысль я оставила здесь что к этому моменту у меня должна быть вот такая-то сумма чтобы ее раскидать это то же самое ребят вот про денежные да вот у меня будет денежный марафон когда начинают там гор деньги как и как деньги как их заработать как еще что-то и для меня странно почему люди не не думают о том что они вообще не с той позиции смотрят вот у меня на сегодняшний день расходов порядка миллиона но мне никогда не денег то есть я всегда себе составляю список каждый месяц на что я с огромным удовольствием готова отдать и когда я себе составляю я не себе их беру мне они вообще не нужны на что я готова отдать готова отдать там на ребятам которые мне помогают вот столько-то готова отдать на аренду жилья вот столько-то готова отдать научу вот столько-то готова отдать на приют животных вот столько-то готова отдать там таким-то людям вот столько-то готова отдать вот сюда вот столько-то и мне набирается список сумма которую я готова отдать в месяц я готова отдать не готова заработать готова отдать и тогда у меня она приходит на то что я готова отдать понимаете как это работает с другой позиции не себе что нам надо нам ничего не надо когда мы зарабатываем себе нас жить все время держал болезнь еще что-то себе на тебе еще тебе пожалуйста подарочек абсолютно много не будет мы хотим построить спортивный комплекс тех местах которых их нет какие-то моменты чтобы человек мог делать то что ему нравится не задумываясь о том что ему нужно что-то заплатить ведь оплата это же не обязательно деньгами это же энергия и вот это вот очень просто есть кто-то может прийти у меня очень достаточно много ребят которые мне они пользуются моими какими-то моей энергии а я пользуюсь их энергии это тоже здорово вот этот энергообмен не обязательно это платить за деньги но это как сон как общеприняйте сон его нет нет я не ем и не пью нас организм он в принципе не обязательно и мой не так грани грани перехода нет вот я сейчас могу спокойно вот я сейчас здесь сижу я вижу все другие плотности я же в них не перехожу вижу да я могу с ними взаимодействовать а здесь вы будете меня сидеть как вот как отлетевшие но я буду взаимодействовать другими плотностями нет вес у меня был у меня до 32 килограмм доходило но чувствовала себя как что я живу у меня не было загонов за за вес мне очень многие пишут я бы очень хотел на автономе но вот мой вес этом значит как бы оставаться в весе это же все наши зацепки мне не говорили о ребят у меня очень много я просто не могу озвучивать на камеру меня очень много происходило тех вещей которые там жива с ним как это проще всего эти проработка тебя не проработал я все знаю и проработать это здорово что вопрос свои процессы не выбрать про то что это вещи хопну дверью чем у него такой процесс просто сейчас потом у него будет другой процесс и он но вообще быстро но у меня вообще могу когда было 99 дней месяцев у меня был ретрит как раз в это время девять месяцев без еды без жидкости это все прививку которую нам ставят быть сюжета знаете да да вот она мне вот за девять месяцев вернее через девять месяцев только она мне воспитывается на никуда не рассасываются это не какая-то при в которой у вас вышла она мне воспалилась я прям показывала ему какой-то эфир там прям вот мне ребята тебя тебя не прям воспалилась вот таким вот огромным и вышла сибирь все может быть вы вообще полностью можете свое тело регенерировать абсолютно я не слышу когда несколько человек нет но я все равно чувствую на просто другое я и я люблю прохладу тут же уже я люблю и тепло но здесь же с теплом связаны другие моменты ты настолько чувствуешь все запахи тоже что вот это в жарких странах жарких местах ты чувствуешь вот этот вот перегной который поднимается земли и тебе не очень приятно а в холодных странах там по-другому в карах по-другому поэтому 29 тоже едем кору на красную поляну присоединяйтесь там будут тоже процессы нет это вот пишем я все закручивается закручивается закручивать нет почему определяют по паспорту я на этот допрос не буду сейчас если хочешь на ретрите его задашь я тебе очень подробности расскажу было дело как вот наши поступки связаны со здоровьем наших детей к празднику напрямую мы все в одном ребенок это продолжение вас какой вы стали мы очень часто и я так в свое время сделал очень часто мы делаем детей потому что вот мы думаем что мы там мы любим человека потому что нужно какой-то следующий этап при пройти потому что это ячейка общества еще что то но мы не думаем о том что мы настолько себя уже вообще как должно происходить как я это вижу опять когда ты переполнен любовью когда у тебя нет таких уже заморочек каких-то там каких-то паттерных поведений которые твою родовую программу те когда ты есть истинная любовь когда тебя переполняет когда переполняет партнер вы передаетесь в следующего себя вот так вот процесс происходит они когда ты 28 детей на рожал просто потому что ты вот такой молодец и и ты не делаешь аборт и ты такой весь многодетный многодетный и духовный а их не обязательно же нужно иметь мы взяли что их обязательно нужно иметь ну тогда почему у вас тогда разделение что дети это мои это не мои значит нет безусловно любви еще такого просто бы не возникло и ко мне пришли такие ребята которые как бы там живет племя вот в этом районе между сиштом и красной порядок которые видимо тоже они мало кушать и вообще не кушать и они сказали что чтобы к ним есть такие люди до который которым чтобы вообще с ними какое-то время повзаимодействовать у тебя должно быть качество тела другое любой вибрации не выдержал но я про это не могу ничего сказать про это не могу ничего сказать на поля нет у нас там будет тоже определенные процедуры на три дня мы едем но вернее как мы поднимаемся на один день до 1 день у нас будет я буду скрывать ребят открывать и чтобы они открыты и пошли со мной на другие на другую плотность когда-нибудь открыты я уже через свое поле покажу что есть другой мир чтобы это уже было не про блабла не про докажи не про это чтобы они сами с собой почувствовали напишите в telegram я не помню ценники все лаврова алана это сокрещенная светлана вот и все все просто не ищите смыслов там где их нет ну ищем там на самом время ребят закончилась мне было бы интересно завтра вас сколько встречи мы не знаем что будем делать завтра встречу или нет или мы уедем если будет много заявок и желающих то наверное сделаем что чисто интуитивно когда то с Ну, конечно, я же говорю, что я не видела ни одного автонома, у которого не менялись улыбки. Я же не просто так это. Кто-то, может быть, это не... А как зрение будет, нет? То есть, я думаю, очки есть. Сейчас Каблаза меняется. Я почему все время в темных очках ходит? Потому что очень восприимчиво к солнцу. Нет, не надо обязательно смотреть. То есть, если тебе хочется, то ты можешь на него посмотреть, но обязательно смотреть нет. Это не про солнце? Нет, нет. У тебя больше энергии, чем в солнце. Ты не питаешь солнце. Ну, ну, что? Что-то питание пришло так, один раз в сутки и было. Ну, тогда вечером, если кушать не кушать, если не хочешь, то можешь и не кушать. Это необязательный процесс. Потом отключается желание, что надо есть, а то и сегодня будет. Ну, договорись, если я говорю. Хорошо, пусть я без сил сегодня полежу, а завтра покушаю. Круто. Можно до вас дотронуться к вас? Да, еще нет, да? Человек, который наоборот не ест, не сможет. Самый лучший стоп, что Бога на комплексе. Ты самый лучший стоп, что Бога на комплексе. Те самые лучшие стоп, что Бога на комплексе. То есть, я не решила. У меня здесь процесс, этот в свой период жена. И у меня есть на канале прям самая история, почему я так делаю, как я пришла. А вот, да, к Галине подойдет, и она все как раз скажет. То есть это не через переборогу? У меня про другое. У меня либо я живу, либо я не живу. У меня вообще другие процессы. У меня не было легкости, как рассказывают некоторые автономы, которые переходили, и у них сразу же легкость. У меня было тяжело. У меня было в два раза трёхтенькие. То есть у меня тяжело это был переход. У меня так было. Не знаю, как у других, может быть так. У нас это хорошо было решение. Вот там, посмотрите, я не могу вам в двух словах. Это 10 лет. У нас это было решение. У меня просто был, либо я живу, либо нет. У меня не было решения. Я просто решила это. А вот Галина там есть, и она как раз все скажет. Получается, ну, кажется, будьте, ты должна была пройти свой путь, чтобы потом уже преподносить там, да? Да, я же вас не учу, я же просто про свое рассказываю. Я просто говорю, что вы каждый можете туда, каждый абсолютно. Просто есть желание или нет, это все. Честно. Попробуем. Вопрос. А вот сам вот, допустим, переход вот самый тяжелый, сколько по времени он занимал? Все, когда вы приняли решение, что все, пойду и путем, там вот, 32 килограмма. Нет, ну, ладно, вот, а что, точки отсчета, сколько там, месяц, 9, 10? Я и два месяца могла просто лежать в стиле, у меня была слабость. Могла следующие два месяца, например, бегать. Могла там четыре месяца, вот у меня было, что я начала там слышать вибрации другие, чувствовать запахи другие. И я просто себя почувствовала, что я прям, я все, я бог. А это был просто знак того, что как бы свет последит, откуда что идет, настраивайте процессы. И в результате, если ко мне подошел мой знакомый, который знал, в каких я процессах, вот у меня полностью была потеря координации, то есть я не могла собраться. Я слышала, как кошка там на той улице идет, там через улицу, как машина едет, какого она цвета, там каким порошком стирали мужику носки, которые там за два дома до меня. И ты просто, ты не можешь, ты настолько координация потянут, ты везде. Я не могла себя собрать, я не могла даже стоять, то есть он меня на руках нес домой, полностью не было координации. Зато за день до этого я прям чувствовала, что я все, я богиня стала, я все чувствую, все вижу. А это не так. Вот я выходила обратно на еду, собирала себя, понимала, осознавала эти процессы, как они происходят. И дальше я все шла. Вот так вот, то есть голодали, как эти процессы, потом немножко поедет, переосознали, опять. И сколько вот по времени вот это все сняли? Десять лет. Да, десять лет. Мне в медитарце было сказано, переходи на интернативное голодание. Можно сказать, что ты есть, но я вот такой пинок, чтобы даже тебе сказано, что ты не делаешь. А я получаю гладение очень много, потому что я... Просто делаешь. Честно, нечестно. Да? Пробудутся даже и про... Про все туда же. Десять лет самостоятельно, а те, кто на ретрит ездит, вы им помогаете, они быстрее, получается, проходят? Или опять же, от их работы над собой? Ну, какая работа? Все, ну, внутри-то все очень глубокие. Ну, кто ездит на ретрит, если они не возвращаются обратно, то у них у всех, у них уже вообще другой танец с едой. Для них еда, она не играет какую-то, то есть они могут есть, а могут не есть. Нет, мы сказали, что приезжают в следующий потом раз. Ну, в следующий, да, потому что они же себя понимают, что они раскроют. Они могут дальше себя самостоятельно раскрыть, а могут так же, как со мной... Они могут, например, пешком идти в город, а могут со мной доехать на подъемнике. Все, они просто на подъемнике сидят и доезжают. Я говорю, что 10 лет самостоятельно, а с вами быстрее. Спасибо. А, в смысле, ну вы не на подъемнике ездите, да? На подъемнике. Так, идите пешком, совсем на подъемнику поедем. А, Кинька, было бы рассказывать, там как-то таблеточки или нет, как-то? Ну, это не обязательно всем. Надо я конкретно тому, что вы это сказали. Ага, мы ее, мы ее. После 40 обязательно всмешно, да? В марафонах скажут, что... Да, вот она соседей просто... Я не читала, конечно. Она говорила, что это, как называют, кедровое масло, клеточную пыльцу и мед в сот. Это вот три продукта, которые всегда жрецы и ее семья всегда все ела. Вот к ним как отношения? Ну, мед я вообще рекомендую, когда на выходе из сухих дней, я ребятам прямо рекомендую, чтобы это была полынь, добавлять лимон и мед. То есть, должно быть горькое, сладкое и кислое. И только когда вот эти три компонента присутствуют, может быть, кто-то, кто выходил на сухих дней, знает, что бывают судороги. Когда выпиваешь вот это на выходе, либо у кого-то, если судороги, то вообще, в принципе, это попи, то гладкая мускулатура, она расслабляется, и судорог нет. То есть, у нас получается, что, когда мы совмещаем вкусы горькое, кислое и сладкое, то у нас проводимость межклеточная, она получается одинаковая. И у нас нет такого, что одна мышца тут кислород начала забирать, вот этот тут спазм, а вторая мышца осталась без этого. И там появились какие-то там неровности, там какие-то там у девочек. Целлюлит очень часто бывает, это же все от этого. Без баланса. А про переломы что можно сделать? При переломах? Чтобы кости выстрелили в связи. Ладно, вообще, нужно понять, почему ты так себя ломаешь. Я бы что-то сломался. Аброльте. Машина меня не сломала. Машина тебя сломала. То есть, ты не в своем теле. Ты не в своем теле, тебя это ломает. Прийти к себе. Тебя руль, ты не туда рулишь. Куда ты? Ну, сюда все, а теперь у тебя не как-то руль. Возьми рули свои руки. Я много меда ем. Это плохо. Трубусти. Одну ложечку достаточно денег. Я рассла в обеду. Можно рассасывать, можно в какой-нибудь травяной чай. Как хотите. У меня нет деревянных. У меня вообще две ложки в доме. И слоновый кост. Детский, да? Я не знаю, какие они у нас почти вся посуда. Дети разбили. Так как я не ем. Уже идите, да? А дети как едят? Сами что все? Сами, да, конечно. Меня дают. А вы их вот на свой путь. Нет, они сами не знают. Например, что мы куда-то едем, там улетаем, еще что-то. Они тоже ничего не едят, потому что либо им самим тащить свою еду, они не готовы. На него возраст дети как 16 и 11. А вот это его выбором. Я же не вы, что не ест. Он может у меня и гамбург же съесть. Это тоже его выбор. Он знает, как какой продукт влияет на его тело. Мы с ним об этом разговариваем. И он всегда знает, как это выбирает. То есть, например, вот я сегодня буду там, например, играть, мне нужно чистый ум. Поэтому я сегодня только там поем что-нибудь там легкого. Не важно что. Он сам уже выбирает. Он сам это знает. А вот есть, допустим, там 5 продуктов, которые, ну, в принципе, всем подходят, ничему не навредят и только улучшат. Вот в вашем... Зелень однозначно только улучшат. Любая зелень. Квошь. Нет. Вода. Фрукты, овощи, вода. Ну, кто еще, да? Причем фрукты нужно тоже не вот это вот фрукторианство. Я вообще сыроедение не поддерживаю. Вот я считаю, что лучше малоедение, либо редкоедение. Что-нибудь там можно так же... Товареного, какого-то рогу, еще что-то. Чем постоянно быть на сыром. Потому что сырое вообще не всем подходит. Это, во-первых. Во-вторых, очень часто сыроедает диаттазик. Ну, в общем, это я тоже буду рассказывать, почему я как бы не за это. Ладно, а кедр, кедровые орешки, вот эти вот орехи вообще... Как элемент белка. Хорошо, хорошо. Мне дети любят это. Светлана, можно попробовать? Вот при переходе на автономию, да, как именно происходит выработка энергии? Ну, то есть, когда мы едим, это понятно. Это синтез белков там, если вы не поймете, что вам нравится, от чего вы получаете энергию, никак. Нет, мне интересно, что вообще происходит, как организм получает это. Приходите на марафон, я вам задеюсь... Мне уже вот... У нас уже все, нам уже освобождать нужно. Веси, круглый будет человек. В соцсетях узнавать. Нет, там же у меня много марафонов. У меня же есть бюджетный, мне все могут поехать на красный поля.